Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 14 августа, и давайте посмотрим, с чем у нас начинается эта торговая неделя. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар важно отметить то, что в пятницу пара смогла обновить максимальное значение четверга, это отметка 1.1782, и закрепиться за этим уровнем. Что возвращает нас к покупкам по данному инструменту с целевым уровнем область 1.1884. Данный сценарий будет актуален до тех пор, пока пара торгуется выше. Минимальные значения, которые были также зафиксированы в пятницу, это отметка 1.1748. Поэтому на текущий момент движемся в область 1.1884, после преодоления данных уровней уже откроются следующие в области 1.19 и 1.20. Возврат к продажам произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже отметки минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу. Пара британский фунт и американский доллар продолжают торговаться в узком диапазоне. В пятницу хоть и попытались обновить минимальные значения последних трех торговых сессий, но к концу дня вернулись уже к максимальным значениям, и фактически день был закрыт выше открытия. Если говорить о возобновлении покупок по данному инструменту, то здесь нам нужно увидеть закрепление выше отметки 1.30, и тогда уже откроется следующая цель в область 1.3244. В свою очередь альтернативный сценарий будет в том случае, если пара сможет обновить минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, это отметка 1.2938, тогда мы возвращаемся уже к продажам, к краткосрочным продажам по данному активу. Пара австралийский доллар, американский доллар также пытается закрепиться выше максимальные значения, которые были зафиксированы на прошлой неделе, пятница, четверг. Если пара сможет удержаться выше данных уровней, то мы возвращаемся также к основному сценарию движения на укрепление австралийского доллара против американского доллара с ближайшей целью в область 80.39. Другими словами, отмена сценария на покупку произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, отметка 1.7838. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра уходят уже в коррекцию. Мы видим обновление максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, поэтому в рамках краткосрочной тенденции по данному активу мы видим коррекцию на укрепление американского доллара против японской иены. Возврат к основному сценарию, а именно к продажам, произойдет в том случае, если пара вернется уже за отметку 108.70, точнее обновит этот минимум и закрепится за ним. И тогда мы уже возвращаемся к продажам с целевым движением в область 106 и далее на область 105. Пара американский доллар и канадский доллар также к концу торговой сессии пятницы скорректировались, вернулись уже к минимальным значениям, практически обновили минимальные значения 10 августа. Но для полноценного возвращения к продажам, то есть движению в сторону основного тренда, нам необходимо увидеть закрепление ниже отметки 1.2669. В тот момент, когда пара закрепится, тогда уже начнет работать основной сценарий на продажу американского доллара по отношению к канадскому доллару с ближайшей целью в область 1.2420. В свою очередь, если пара сможет обновить максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, это отметка 1.2754, то мы уже возвращаемся к коррекционному движению на укрепление американского доллара по отношению к доллару канадскому. Пара евро-фунт продолжает укрепляться. На текущем уровне здесь тенденция не изменилась. В пятницу смогли обновить локальный максимум, что в очередной раз подтверждает настрой на укрепление евро против британского фунта. Возврат к продажам, то есть начало коррекционного движения произойдет в том случае, если пара сможет уйти ниже отметки 90.51, это минимальное значение, которое было зафиксировано в пятницу на прошлой неделе. Золото продолжает укрепляться. На текущем уровне ближайший разворотный уровень находится на минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, это отметка 1.281 доллар за тройскую унцию. Основной сценарий на текущем уровне остается на укрепление с ближайшими целями в область 1.295 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает корректироваться. В пятницу также смогли закрепиться ниже минимальных значений четверга, среды и вторника. Поэтому на текущий момент наиболее вероятно продолжение нисходящего движения по нефти марки Brent с целевыми уже уровнями в область 47.70. Отмена данного сценария и возврат к покупкам произойдет в том случае, если пара, если нефть сможет закрепиться выше максимальные значения, которые мы видели на прошлой неделе, а именно отметка 5.381. Это уровень среднесрочный и краткосрочный находится на максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу. Это отметка 5.242. По индексу DAX сегодня с утра мы видим открытие выше уже торговой сессии пятницы, что на текущий момент говорит нам о коррекционном восходящем движении по данному инструменту. Если говорить о продолжении продаж по данному инструменту, то нам нужно увидеть обновление минимальных значений, которые были в пятницу. Это отметка 11.918. В свою очередь, когда индекс уйдет ниже данного значения, мы уже возвращаемся к среднесрочным продажам по данному инструменту. А сейчас, на текущий момент, мы видим по данному активу коррекционное движение. Если индексу удастся после коррекции не уйти выше отметки 12.322, это максимальное значение, которое было 8 августа, то мы также остаемся по основному сценарию на нисходящее движение. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что каждый понедельник в 19.30 у нас проходит вебинар, на котором мы более детально разбираем каждый из инструментов. Под описанием к этому видео вы можете найти ссылку на регистрацию. Всем желаю хорошей торговой недели и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.